Как менялось отношение к советской власти и ко всему, что происходит на протяжении последних 50 лет, свидетелем которых я был? Это довольно, надо сказать, захватывающая история, потому что менялась радикальнейшим, просто кардинальнейшим образом В детском саду, естественно, на всех углах везде был только Ленин, Ленин Это уже такой вот позднесоветский, но оттепленный вариант десталинизации 60-х годов И в голове было полное представление, что действительно Ленин – это человек, который жертвует жизнью ради всех людей Чтобы настала человеческая жизнь Все это очень сильно в мозгу ребенка как-то плохо коррелировалось с тем, что было реально в детском саду Где было насилие, а тут Ленин, который создал этот прекрасный мир Было какое-то что-то странное в голове А потом однажды, мне было, я не помню, может лет 8 Я как раз в школу пошел, читать научился нормально И у родителей вытаскиваю Том Ленина из шкафа Открываю, просто ради любопытства, начинаю читать, у меня шок Причем шок, который наступил в течение секунды Просто полный взрыв мозга Потому что я вижу место вот этого дедушки, который излучает тепло ко всем живым тварям Там ругань стоит, там подлец, сволочь, расстреляет Ну как классический Ленин, вот как мы его знаем подлинно по его текстам У меня такая мысль сразу – меня обманули То есть все, меня все, меня обманывали все Вот это то, что я читаю, к тому вот образу над кроваткой не имеет вообще никакого отношения И вот это было одно из таких моих очень сильных потрясений детства Которое заставило задуматься, что же за всем этим стоит Дальше начались уже школьные годы И мозг стал совсем раздваиваться Потому что, с одной стороны, я ненавидел школу еще больше, чем детский сад А с другой стороны, я уже заглядывал в Ленина От дедушки ничего не осталось, все растворилось Но зато увидел человека, который реально сопротивляется насилию С одной стороны, он построил эту мерзкую страну С другой стороны, это энергия сопротивления, настоящая, поря То есть человек ставит все на революцию Я думаю, вот такое раздвоение было у миллионов в голове Ну, кого вообще эти вопросы волновали? Потому что в школе тебя учат дикому конформизму С одной стороны С другой стороны, все книжки, революционеры-герои Которые сопротивляются, которые ненавидят насилие и произвол Судебный беспредел и идут в тюрьму ради справедливости Понимаешь, вот так это было в моем поколении Поэтому я пересмотрел свой взгляд Ленину выработал довольно уважительное отношение Это не распространялось на советскую власть Уже 70-х годов, вообще никоим образом Плюс в 60-е, это была дискуссия, она до сих пор вспыхивает Вспыхивает в сети, в прессе Проживи Ленин дольше Был бы сталинизм или нет? Были бы все эти ужасы или нет? Большинство людей, среди моих знакомых Склоняются к тому, что Сталин, понятно, он там последователь Ленина И в решении Ленина все дальнейшие события чудовищные нашей истории были вшиты Вот у меня есть сомнения на это, что-то очень большое Хотя, понятно, мы не можем проверить Ленин ушел, когда все, система только формировалась Можем только предполагать У меня есть такая теория Что на ребенка самое сильное впечатление на формирование его личности Производят события, которые вокруг него были, когда ему было 13 лет Вот 13 лет – момент формирования мозга Я проверял это на очень многих Я себя в 13 очень хорошо помню Очень просто Накануне моего 13-летия началась бешеная борьба с диссидентами Бешеная В 1974-е Осень 1974-го Все газеты «Правда», «Литературка» публикуют статьи против Солженицына Литературный Гласовец Против Сахарова Солженицын сказал Коммунизм – это зло Так, это было неслыханно Это дискутируется в общественном пространстве То есть не дискутируется, это осуждается Но все взгляды его озвучиваются И у меня одна мысль в голове Я должен достать архипелевого урока И у меня ушло 3 года Я уже ни о чем не мог думать, где достать диссидентскую литературу А в 77-м, мне 16 лет Я попадаю в гости к такому парню Андрею Бессмертному Анзимирову И он так ко мне присматривается И пускает в свою библиотеку И я практически паду в обморок Потому что там стоит все Вообще все Все запрещено Вся литература, о которой ты только можешь мечтать Вся русская религиозная философия Вся западная философия Там все в машинописи Кьеркебуэр, Хайдегер Все, что хочешь Солженицын Весь Солженицын Все Просто все вестники русского студенческого христианского движения Флоренский Там все, что хочешь Больше уже ничего не делал Я только это читал Уже в школу не ходил Все, что стали публиковать в Перестройку Это было через 10 лет Конец 80-х Меня уже вообще не интересовало Не было ни одной строчки Которую бы я не знал Просто То есть я все успел прочитать В конце 70-х Ну в самом начале 80-х Фактически в конце 70-х И да Ленин чудовище, убийца Все эти там документы Расстрел У меня выработалась Очень сильная С детства Вот с детского сада С того открытия Аллергия На любое идеологическое давление И в этой литературе Я его тоже почувствовал В это время еще Я увлекся марксизмом Это был кул Потому что в моем кругу Все читали только русскую религиозную философию Все Я достаю том Самого раннего маркса Это рукописи Экономические философские рукописи 44-го года У него реально Вот там идет глава Знаменитая глава Из этих рукописей Посвященную грубому Неосмысленному Примитивному Коммунизму И собственно Он описывает Тот коммунист Который фактически Осуществился И внутри которого Я сейчас Просто в центре Нахожусь Про советскую власть Даже речи нет Я ждал со всеми друзьями Когда она исчезнет Как просто Ад кромешный Чтобы он Просто Мечтали Не считали Чтобы все это Ушло в никуда Но при этом У меня четко Разделилось Что к Марксу Все это не имеет Никакого отношения Идея Что он в этом Виноват Во всем этом Бреду У Маркса Я находил Только Зыфра К свободе К человеческому Достоинству И сейчас Нахожу Я не вижу На сегодняшний день В стране Вменяемую силу Вменяемую Которую могла бы Адекватно Просмотреть на прошлое Вот завтра Будет марш В памяти Немцова Естественно я на него пойду Вместе со всеми Моими друзьями При этом я помню Как Немцов Там проповедовал Проповедовал Столыпина Нам нужны Не великие Вам нужны Великие потрясения Нам нужна Великая Россия И прочие вещи Которые Надух не переваривали В этом смысле Вина людей Которые борются С Путиным Она тоже огромна То есть у них Очень слишком много Точек соприкосновения С современной властью Сейчас мне кстати Будет интересно Как В честь столетия Революции Вся эта Кремлевская Шпана Будет выкручиваться Что они будут Говорить про Октябрь Февраль Ленина Я просто жду Хотя Борцы С режимом Они четко Определились Мы любим Корнилова Мы любим Колчака И ненавидим Ленина Регулярно Я встречаю Разные тексты На эту тему Что говорит о том Что эти люди Ничего не понимают В истории И в этом смысле У них нет шансов Что-то не исправить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова